всем привет сегодня у меня видео обзор товаров сайта new chic который я получила в рамках сотрудничества с этим сайтом на моем канале уже есть один обзор товаров с этого сайта я ссылочку оставлю под видео кому интересно сходите посмотрите и сейчас я покажу вам что я выбрала в этот раз это все как обычно товары для рукоделия в частности большей степени это всякие мелочи для вязания которых много не бывает но они всегда нужны в общем здесь все получается для вязания кроме одних ножниц с них я сейчас и начну итак ножницы они идут в такой упаковке на обратной стороне все нарисовано но здесь особой инструкции какой-то не требуется это как вы видите раскроенные ножницы для чего я их взяла я шить вообще особо не умею но я любитель шить подушки именно диванные подушечки на которые потом вижу с удовольствием наволочки и когда расстраиваешь именно нижнюю часть как они раньше назывались наперники то на светлой ткани очень часто приходится рисовать цветным мелом это не очень удобно а эти ножницы чем они интересны они идут с лазерной направляющей здесь есть кнопка которая нажав которую так правильно держать ножницы вот так нажимаете эту кнопку и здесь идет лазерную направляющую я вот взяла кусочек ткани и не нужно ничего чертить просто намечаете начало и конец где нужно отрезать лазер должен быть совмещен со второй стороной отметки и режете по лазеру я думаю что это очень удобно по весу ножницы довольно тяжелые это очень важно для раскроенных ножниц размер тоже не маленькие они 21 сантиметр 21 1 сантиметр в длину и 7 сантиметров ширину также здесь идет как лазер работает на батарейке батарейка идет в комплекте она в конце процессе транспортировки не работала потому что здесь была вот такая штука она была вставлена туда внутрь сначала я нажимала лазер не включался потом когда я вот эту штуку как я называю вытащила то естественно батарейка стала контактировать и стал включаться лазер я думаю что это очень даже мне пригодится в том деле о котором я сказала следующий товар это вот такие зажимы я сейчас достану покажу вообще заявлено что это тканевые зажимы но и как правило они так используются но я сейчас расскажу как их буду их я использовать я давно уже засматриваюсь на эти зажимы значит по сути это тканевые зажимы для шитья их используют для того чтобы закрепить ткань перешить и место иголочек чтобы она была зафиксирована и не скользила здесь идут полоски такие выделенные и за счет них они не скользкие не такие как обычные прищепки здесь идут полосочки если это будет видно тут и тут с этой стороны ребро такое значит материал у них и это наверное пластик я так думаю и само крепление она из металла довольно надежно все закреплено тугие они но не так что прям сильно ну хорошо держит для чего же я собираюсь их использовать очень часто в процессе вязания мы сталкиваемся с тем что вяжем какое-то большое полотно я вот например часу вот жакет вижу себе сейчас покажу просто на самом вязаном полотне когда вяжем изделие полностью и допустим привязываем рукава и как правило спинка и перед они вот так болтаются все время и мы закрепляем ну по крайней мере я закрепляю как часто булавками и мне всегда жалко что эти булавки они деформируют петли и как-то вот все время хотелось прищипнуть какими-то более безопасными предметами типа вот так и уже все зафиксировано я не боюсь за свои петли и не нужно мне много булавок или например еще один вариант очень пригодится при сшивании вточного рукава вот я взяла первую попавшуюся с вточным рукавом сейчас выверну рукав когда мы вшиваем в точной рукав он должен точно войти в пройму и очень удобно совместить края там где нужно будет чтобы они совместились вот так это закрепить и постепенно сшивая подходя к этому зажиму его снимать я думаю это очень удобно также точно при сшивании боковых швов бывает такая проблема что немножко куда-то уходишь а это я думаю будет даже очень удобно вот так закрепляете также при примерке самого изделия можно закреплять примерять потом их убирать вот так я придумала а если их использовать для шитья то здесь есть отметки на самом этом зажиме и эти отметки здесь цифра не написано но на сайте там написано что отмечается 5 миллиметров 7 миллиметров затем 10 15 20 и 25 миллиметров то есть когда вы шьете то вы уже край можете зацепить на то количество миллиметров которое вам нужно и прошивать на швейной машине это тоже очень удобно размер у них не маленький тоже 55 с половиной сантиметров на один сантиметр на сайте там есть разных размеров именно в таком размере были только вот такой цвет фиолетовый но есть еще них них там разные цвета но они гораздо меньше размером это кому как удобно мне кажется для именно для вязания удобнее большие такие брать вот те как здесь в упаковке 24 штуки комплект комплектом идет 24 штуки не поштучно их выписывают а комплектом а те которые поменьше размером там на сайте есть они разных цветов и их по-моему 50 штук идет в упаковке ну и так кого заинтересовало вы посмотрите там я думаю что это очень удобная вещь по крайней мере мне на очень даже пригодятся эти зажимы так следующее это вот такие крючки эти крючки уже многие блогеры показывали я их первыми увидела на канале алины канал алина вяжет и она эти крючки расхваливала очень понравились они ей я видела в ее видео что она ими пользуется вяжет ну похоже что крючки действительно неплохие в комплект входит восемь крючков по номерам начинаются с двух с половиной два с половиной три три с половиной четыре четыре с половиной пять пять с половиной и шесть еще от двух с половиной до шести с шагом в полмиллиметра внешне красивые нравятся мне эти крючки они похожи конечно по форме я так думаю что задумывалась это копия крючков кловер уж очень они похожи но у кловера сама сама рабочая часть она идет не такая даже скользкая как у этих крючков гладкая я имею ввиду поверхность очень гладкая материал здесь идет алюминий и ручка пластик кловера здесь зарезинена это тоже немного похоже на что-то не скользящие может быть даже и резина такие крючки я планирую связать себе плед все собираюсь сейчас на канале ирины маркеловой вышло видео по узору для пледа крючком и вяжет она его крючком номер пять так здесь вот пятерка и я подумываю тоже она из кавказской пряжи вяжет такой яркий у меня правда всего два цвета кавказской пряжи но их можно скомпоновать и я думаю будет тоже интересно и хочу попробовать этими крючками насколько действительно они хороши попробую вам обязательно скажу прошлом обзоре я показывала вам вот такую сумочку для крючков и у меня там остались отделы свободные я думаю что эти крючки переедут сюда так здесь кстати 8 а у меня здесь шесть только свободных кому-то придется подвинуться входит входит 4 все поместим какая красота крючков вроде столько сколько спиц не нужно потому что одни одним крючком по сути можно вязать несколько изделий это спицы нужно переснимать если такого номера нету но почему-то все время хочется чего-то новенького вот так следующий это пуговицы прошлый раз я выписывала уже пуговицы но это были другие в этот раз это опять пуговицы для моей сестры которые она использует при вязании игрушек и детских изделий и здесь два вида она выбрала одни ну какая-то другая попалась одинаковые размером и формой но разных цветов это не деревянные а вот эти деревянные сейчас я все покажу так несколько цветов я думаю понятно вот так они выглядят аккуратно сделанные зубрин никаких я не вижу все гладкие края гладкие у них хорошие я думаю что сестре понравится конечно для вязания игрушек и действительно на детские изделия можно такие пуговицы пришивать и будет отлично здесь в этом комплекте 200 штук таких пуговиц я пересчитывать конечно не буду поверю думаю что так оно и есть а вторые это деревянные здесь комплект входит этих я сказала 200 штук и диаметр кстати я не сказала я сестра вернее выбрала здесь диаметр 15 миллиметров но можно выбирать диаметр они разных есть диаметров на сайте это можно увидеть а эти все разных размеров разных форм и содержание очень красивые можно просто сидеть их и рассматривать кто вяжет игрушки очень даже хорошо и они не только конечно для игрушек они для скраббукинга для разных видов рукоделия такие пуговицы подходят ну вот здесь где-то кот был который мне очень понравился так делал вот он спрятался такой хорошенький они конечно все красивые вот эти совы тоже очень интересные много куда можно использовать стрекозы и зайчик какой милашка слоник тоже чудесный просто не деревянные как я сказала и покрашенные рисунок ровненько не вижу пока ничего вот это очень красиво и на мой вкус вот такие пуговки деревянные в комплекте 50 штук и последний товар это вот такая чудесная коробочка которая много всяких нужных мелочей которых тоже много не бывает и они всегда нужны удобно расстегивается закрыла уже давайте посмотрим что же здесь входит в комплект первое это ножницы вот эти ножницы кстати мне очень нравится у меня одни такие есть фиолетового цвета я их использую при вышивке они у меня там лежат очень хорошо режет нить кончик удобно не надо пальцы вставлять думаю что эти пригодятся дальше две большие булавки вернее 1 больше 1 меньше булавки на которые можно снимать петли иголки несколько а сначала идет пинцет комплект входит пинцет зубчиками по краям если это будет видно обычно такие пинцет используют для работы с лентами удобно они низкие скользит лента и иглы для сшивания обязанных изделий вот таких больших у меня кстати не было вот такие у меня есть две большие иглы входит в комплект 1 меньше пластмассовые и 1 металлическая с большим ушком я вообще люблю больше сшивать металлическими иглами кончик у нее тупой то есть подходит для сшивания вязаных изделий я думаю что это игла мне точно пригодится большое ушко у нее дальше комплект дополнительных спиц для вязания косы жгутов 3 я не буду открывать уже думаю что все эти спицы знают три штуки дальше наперсток этот наперсток для разных размеров то есть он не соедини не соединен в круг и можно регулировать ширину у меня вот пальцы тонкие как правило мне наперстки всегда большие поэтому это удобно так сантиметровая лента здесь наверное как обычно полтора метра до на полтора метра лента ограничители для спиц 4 штуки у меня есть такие цвета морской волны таких цветов еще не было здесь комплект входит два маленьких для тонких спиц и два для спиц большего размера разноцветные маркеры которых тоже много не бывает вот эти маркеры китайские мне кстати нравится больше чем гамовские гамовские тоже китайские но они немножко другие у этих кончики длиннее и они сами повыше по высоте и у них острее что ли кончик такие мне больше у меня тоже есть уже такие эти думаю лишними не будут по несколько штук разного цвета три таких три таких 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 2 и 1 желтый и меня заинтересовали вот эти маркеры таких у меня нет вернее не было теперь есть очень тоненькие такие вот вернее я их называю маркерами вообще это булавки я видела в одном видео девушка показывала что использует их как маркеры для вязания как мы используем обычные вот такие маркеры но я по крайней мере такими круглыми пользуюсь очень часто какие здесь сейчас посмотрим я уже все достану так здесь оказывается 3 даже размера вот таких у меня тоненьких тоже не было совсем вернее маленького диаметра у меня вот такие вот такие по моему два размера а может быть даже совсем другие размеры ладно это я посмотрю здесь да получается три размера круглых маркеров эти маркеры для спиц я думаю что их все тоже знают по 1 2 3 4 5 5 до по 5 каждого размера и вот эти маркеры можно использовать для вязания как эти они очень тоненькие и благодаря этому не деформируется петля не то что деформируется но бывает если на тонкой из тонкой пряжи вяжешь и маркер толстый то бывает видна дорожка потом если не уследить не подтягивать следующую петлю после того как маркер снимаешь то такое бывает у меня было и вот эти маркеры можно использовать эти булавочки можно использовать как маркеры здесь комплект получается входит 3 до 3 цвета розовый сиреневый желтый по несколько штук каждого цвета я уже тут поиграюсь люблю все эти мелочи получается здесь по 55 до по 5 штук тоже каждого цвета также в комплект входят перегородки для самой этой коробочки вот так я так понимаю можно изменять количество ячеек так как вам удобно я так понимаю что здесь можно заполнить всю до ровно хватает чтобы правильно можно и так использовать это уже на выбор того кто будет этим контейнером пользоваться ну вот и все я показала все товары которые получила в этот раз на каждый товар ссылочку под видео я оставлю кого заинтересовало заходите смотрите благодарю всех за просмотр и до новых видео